Смартфоны под завязку напичканы беспроводными технологиями. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Qi и это даже не полный список. За каждым из этих слов скрывается масса возможностей, без которых и смартфон, не смартфон. О чем-то мы хорошо знаем, кое-что слышали, а некоторые технологии совсем не знакомы. Проведем небольшой ликбез. Начнем с инфракрасного порта. Лет 10 назад только так можно было передать, например, контакт с одного телефона на другой. Скорость у этого подключения маленькая, да еще и нужен постоянный зрительный контакт между телефонами. Мягко говоря, неудобно, особенно для обмена большими файлами. Но технологии нашлось другое применение. Смарты с инфракрасными портами используют для управления домашней техникой. Так что не стоит удивляться, увидев такой порт в Xiaomi Redmi Note 3 или Samsung Galaxy S6. А для передачи файлов и прямого подключения устройств начали использовать Bluetooth. Например, для соединения гарнитуры со смартфоном, смартфона с планшетом, а планшета с аудиоколонкой. И никаких проводов. Самая последняя версия интерфейса Bluetooth 4.2. Он позволяет передавать информацию со скоростью до 2,1 мегабита, но в паре с Wi-Fi разгоняется до 24 мегабит. А когда скорость не критична и важнее снизить энергопотребление, используется режим Low Energy. Это вообще незаменимая штука при постоянном использовании гарнитур, смарт-часов и фитнес-браслетов. Еще один обязательный атрибут смартфона — Wi-Fi. Это самый простой способ подключиться к интернету, а Wi-Fi Direct может связать несколько устройств напрямую. Тот же Wi-Fi используется для трансляции контента со смартфона на телевизор по Miracast или AirPlay. И не забудем про возможность раздать интернет по Wi-Fi на компьютер или планшет. Называется эта технология Tethering. Технология Wi-Fi постоянно развивается и появляются новые стандарты, которым присваивают свое буквенное обозначение. Сам стандарт обозначается как 802.11, после которых можно найти варианты B, G, N или AC. Самый распространенный сейчас стандарт 802.11n, ограничен скоростью 300 Мбит в секунду, а передовой AC быстрее в 11 раз. Конечно, пока такие скорости достичь не получится, а на смартфоне так вообще максимум будет около 400, а реальное окажется в два раза ниже. У Wi-Fi и Bluetooth большой радиус действия. Почти всегда это преимущество, но не тогда, когда нужно заплатить смартфоном через терминал или прочитать электронный ценник. И тут на сцену выходит NFC. Это стандарт беспроводной связи с радиусом действия в 10-20 см. У него нет большой скорости передачи данных, зато подключение происходит моментально. Смартфон с NFC используют для мобильных платежей и как ключ к электронным замкам. А еще с его помощью происходит Bluetooth сопряжение с наушниками и аудиосистемами. Достаточно приложить смартфон к аксессуару и готово. Тут еще стоит вспомнить Hot Note. Этот беспроводной стандарт доступен во многих смартфонах на чипах Mediatek. Технологично он отличается от NFC, но служит той же цели – моментально соединить два устройства. И тоже предполагает близкий контакт. Сейчас Hot Note борется за рынок Китая и за его пределами встречается редко. К полезным беспроводным технологиям относится Qi, более известная как беспроводная зарядка. Ее приняли на вооружение HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung и Sony. Передача энергии происходит за счет электромагнитной индукции между двумя плоскими катушками. Одна прячется под крышкой смартфона или какого-то другого гаджета, а другая размещается в зарядочной площадке. Qi идеально подходит для зарядки устройства ночью, но ничего не мешает бросить специальный коврик, например, на рабочем месте. Правда, прощаться с проводными зарядками пока рано. Скорость у индукционной зарядки существенно ниже, да и использовать устройство во время зарядки проблематично. Последний пункт в моем списке – навигация. Большинство современных смартфонов оснащены GPS-приемниками, определяющими местоположение устройства с точностью до 2 метров. Используются навигационные спутники Минобороны США и российской системы GLONASS. И чем большее их количество будет над головой, тем точнее результат. У GPS-навигации есть два серьезных недостатка. Системе нужно секунд 30 для холодного старта, и она не работает в помещениях. Решает эти проблемы технология A-GPS. Она использует для навигации базовые станции сотовых операторов и точки Wi-Fi. Ускоряет запуск GPS, подсказывая навигатору, какие спутники искать в данный момент, а когда нужно, работает самостоятельно. Надеюсь, видео было полезным и вы разобрались в беспроводных технологиях, использующихся в смартфонах.